И, значит, в маршрутке никого не трогал, сзади подходит парень, молодой, не знаю, лет 18, короче, бьет меня по плечу. Пока я на него смотрю, он говорит, девушка, извините, у вас не будет салфетки? Только, пожалуйста, если есть, влажную салфеточку. Я думала, ну, может быть, у него там сопля вылетела, я не знаю, еще, может быть, что-то там вылетело у него. Я достаю эту салфеточку, было очень много людей, было неудобно, ужасно неудобно. Я ему салфетку и думаю, что ж он будет делать? Знаете, нагинается такой и начинает чистить свои кроссовки, и белые кроссовки этой салфеткой. Так подумала, хочу быть, как этот пацан. Хочу тоже ни в чем не нуждаться, если у меня вылетит сопля, я хочу повернуться и сказать, Эй, слышь, салфетку дай, какая разница с салфетку? Нужденный такой тип. Подруга училась в 11 классе и решили сходить в столовку за сосиской в тесте. Дело в том, что там был парень из 9 класса, но он был выше нас на две головы, и стоял, короче, прямо на лестнице, не пропускал нас. Моя подруга так на него взбесилась, короче, была драка. Настолько была жесткая драка, что он, бедный, весь извился, такой извинялся перед нами. И знаете, что я хочу вам сказать? Оказывается, он неровно к ней дышал. Потому что она мне рассказывает, говорит, это не первый раз уже, когда он меня не пропускает. Он реально меня просто бесит. Потом вечером он написал ей сообщение о том, что она ему нравится, и все так. Представляете? А он не мог просто ей сразу написать. Зачем все доводить до такого? Она же эмоциональная, вон, все волосы повыдергивала ему любовь. Однажды я очень жестко поссорилась с кассиршей в одном из популярных супермаркетов. Хейтеры, которые скажут, что я все придумала, я искренне рада, что у вас пока еще нет такого жизненного опыта. В общем, есть одна марка мороженого, которая мне очень нравится, но стоит оно действительно дорого. Но вот, все-таки я решила себя побаловать. Подхожу с ним на кассу и слышу от кассиршей, девушка, она вообще-то 600 рублей стоит. Я говорю, ну хорошо, пробивайте. На что она говорит, все равно у тебя не хватит денег на это, ведь ты еще слишком маленькая, я не буду пробивать. Если что, ребят, я совершеннолетняя. В итоге я сглупила и просто перешла на соседнюю кассу оплачивать, хотя стоило бы пожаловаться администратору. Между прочим, сейчас очень много ваших историй про крэйзи продавцов опубликовала в институтом жесть. Меня в больнице толкнула бабушка, думая, что я читаю книжку, потому что я медленно шла. А шла я медленно, потому что у меня трубка в боку стояла, я не могла ходить быстрее. И она, понимаете ли, толкнула меня хорошо, что я удержала. Иначе мои косточки можно было бы собирать. Такая проходит и говорит, вот, идет, спит, не дает пройти. А зачем толкать, обойди меня. Я говорю, у меня трубка стоит, алло, я не могу быстро ходить, и вообще здесь больница, что бежать должна. Лава богу, что я удержалась, ребят, я не знаю, чем бы это закончилось. Моя бабушка сказала, если б я это видела, я б ее долбанула костылем. Я ходила в детский садик, а меня повела мама, она была очень злая тогда, потом она шла на работу. Мы пошли в детский садик, у меня в руках был комбинезон, я носила его переодеваться. Когда мы пришли в детский садик, мы наконец-таки дошли, дорога была долгой. Вот, в руках у меня не было комбинезона, потому что по дороге в садик я его просрала. Если с ней раздеваться, я понимаю, что ничего нет, пакета нет. Я не знаю, что ей сказать, я просто на нее смотрела, понимала, что я его просрала. Мы пошли обратно, она заставила меня в дождик искать этот гребанный комбинезон. Вообще-то он был хорош, хорош, он был джинсовый, мне он нравился. Но суть была в том, я сама не знаю, как это получилось. Я особо и не помню, мне это рассказывать. Фигня была в том, что мама опаздывала на работу, а переодеваться мне было не ваше. Учитель говорит, ну что ж, пусть бегает в колготках. Черт возьми, в колготках. Ну ладно, я была маленькая, что вы думаете? Я не любила колготки, но я бегала в них. Бегала в колготки, вообще не любила садик, вообще не любила все. У меня повесился друг, живший в соседнем доме, через год он мне снится. Во сне я ему говорю, что ты натворил. Он сказал, не важно, мои проблемы, продавай квартиру и сваливай, если жить хочешь. Я тебе помогу, место тут плохое, скоро сама увидишь, если не послушаешь. Друзьям во дворе я рассказала эту историю, многие посмеялись, рассказала и родителям. Моя мама верит во все это и сразу согласилась переехать. Уже на следующий день появились риэлторы и продали мы очень удачно. Так получилось, что я не была в старом дворе, наверное, год. Постепенно старые друзья звонили все реже, пока вообще не перестали. Недавно ехала мимо и решила заехать в старый дворик. Если сказать, что была в шоке, ничего не сказать. Из всех знакомых во дворе остался только один друг. Все остальные умерли. Умерших мы посчитали больше 15 человек. Причины, казалось бы, вполне обычные. Отравился алкоголем, утонул, автоавария, неудачно упал. Когда у меня депрессия, обожаю приходить на кладбище, сидеть там над обрывом и смотреть на звезды. Тут всегда тихо, а атмосфера присутствия умерших помогает ощущать себя живым. Год назад ко мне частенько стал подсаживаться дяденька и беседовать со мной о жизни. Он всегда хвалил меня за успехи, поддерживал, когда были проблемы. А иногда мы молча смотрели на небо. Месяц назад у меня появилась возможность переехать в другой город, потому что там предложили хорошую работу. Так как дяденьку я все время видела на кладбище, я была уверена, что он там работает сторожем. Я решила попрощаться, прибегая днем, а там другой сторож. Начала расспрашивать, и он сказал, что такого сторожа у них никогда не было. Но, думаю, не судьба, а значит, работает где-то в другом месте. Напоследок решила прогуляться к своему любимому обрыву. Иду вперед, и тут мой взгляд упал на надгробную плиту одной из могил. А там фото того самого дяденьки. Умер 7 лет назад. У меня в школе все просто тащились от шаурмы, которая ни разу ее не ела. Вот, решила попробовать, мы с мамой решили дойти за шаурмычной. Представляете, да, все так нахваливают. Я думаю, ну сейчас попробую. И я взяла с курицей, потому что я кроме курицы особо ничего не ела. Приходим домой, начинаю пробовать, она была горячая. И вместо курицы было сало. Были огромные куски сала. И я такая, да, типа, чего это такое, почему в курице сало? И я не понимаю этого, я не заказывала сало, и как вообще курица с салом? После этого я поняла, что как можно ее есть? Либо я просто не ела вкусную шурму, и не взяли, и просто испортили. Я не понимаю, ребят, как вы ее едите, или с курицей должно быть сало, я не поняла. Я поняла, что больше я не буду такое покупать вообще. Продолжение следует...